Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Я сейчас путешествую за границей. В данный момент нахожусь в Грузии, в Батуми. Заезжали в Турцию на машине, но тем не менее я постоянно слежу за событиями на рынке. Когда мы уезжали, уже, ну вы знаете, что доллар падает, в смысле рубль падает, доллар растет очень интенсивно. И все поговаривали, что это никогда не кончится, что это полный кошмар. Ну и действительно, в общем сказать, Трамп вводит новые санкции. И в преддверии этого люди начинали продавать ОФЗ и выводить активы из России. Не только ОФЗ, но и акции ведущих компаний. Ну в первую очередь Сбербанка, конечно. И давайте посмотрим, что происходило на рынке. Вот сейчас мы видим график USD Tomorrow. Почему Tomorrow? Потому что он вечер отражает. И смотрите, вот здесь, вот 8 августа, было объявлено, 7 августа Трамп объявил, что будут вводить новые санкции в связи с отравлением Скрипалей. И так, да, вот здесь, вот 8 августа. И вы видите, доллар резко начал расти. И он вырос 8 августа с 63,5 до 65,5, то есть сразу на 2 рубля. На следующий день он вырос до 66,8, то есть еще вырос. Дальше он достиг максимума вот здесь. И максимум этот был, сейчас скажу сколько, максимум был 68,66. Потом какие-то действия правительство начало предпринимать для того, чтобы справиться. И в принципе немножечко успокоило рынок. Но дальше рынок не очень сильно успокаивался, мы видим. И опять вырос до 69. Это, я повторяю, индекс Tomorrow. Он чуть-чуть выше, чем Today. Вот, и вот вчера, посмотрите, что произошло вчера. Вот он, вот график. Он продолжал расти до 69, и вдруг резко с 69 он упал до 67,57. То есть на 1,5 рубля, на 1,5 рубля он упал до 67,5 даже. Ну, потом небольшое восстановление произошло. Почему это произошло? Дело в том, что вчера наконец-то Центробанк, ну, они поняли, что доллар пошел расти, рубль падает и падает. И, наконец-то, Центробанк совместно с Минфином приняли решение о том, что Центробанк перестанет выкупать доллары для Минфина по правилу выкупа. То есть если нефть выше, чем там сколько, 40 или 50 долларов за баррель, то излишки валюты Центробанк скупал для Минфина. Так вот, сейчас он перестает это скупать. К чему это приведет? Это приведет не просто к устаканиванию курса доллара, а доллар начнет снижаться. И вот это решение было принято, это объявлено было вчера на Биулиной, что Центробанк прекращает покупки валюты по вот этому правилу до конца сентября. Ну, к чему это приведет, мы увидим. Ну, мы увидим, что доллар упадет. Я ожидаю, что доллар упадет, но до 65 рублей за доллар точно должен упасть. Кроме того, у меня есть еще для вас новость прекрасная, что появились новые структурные ноты, которые дают практически фиксированный доход. И те ноты, которые я говорил, они были валютные, и там требовался статус квалифицированного инвестора, и минимальный порог входа был 10 тысяч долларов, но статус квалифицированного инвестора. Статус квалифицированного инвестора для того, чтобы получить, ну, там, одно из условий, ну, там, либо быть специалистом, либо работать в соответствующей компании, иметь стаж, либо иметь на счете 6 миллионов рублей, либо, ну, либо иметь обороты на бирже, так сказать, соответствующие, там, по-моему, 20 миллионов в течение трех месяцев. Это вот самый легкий способ, на самом деле, 20 миллионов в течение трех месяцев. Его можно сделать со 100 тысячами рублей на счете. Вот, но, тем не менее, значит, вот сейчас новые структурные ноты не требуют статуса квалифицированного инвестора. Там минимальная сумма миллион рублей, правда. Вот, ну, она уже не такая большая и не требуется статус квалифицированного инвестора. Это рублевые ноты. Там дают, там, какая-то нота 15%, насколько я помню, какая-то 21% купонных выплат. То есть, почти гарантированно. Поэтому оставайтесь на моем канале, смотрите и... И я думаю, что в ближайших выпусках я расскажу именно вот про эти ноты. Они очень-очень интересные. Но эта альтернатива вкладу потрясающая, потому что вклады сейчас, там, ну, 6%, ну, 7% вы можете найти депозит в банке. А тут 15-20% на крупнейшие акции российских компаний, правда. Но, тем не менее, это автоотзывная нота. Там очень-очень интересный инструмент. Итак, друзья, до встречи. С вас лайк, как всегда. Пока.